Всем привет! С вами канал ArtMoney и сегодня у нас видео обзор на вот такую вот фабрику сладостей от PlayGamma. Покупала я в фикс прайсе за 199 рублей. Вот так красиво она должна выглядеть. Также здесь плюс 6 лет. Какое может понадобиться не пластилить даже, а тесто. Также давайте посмотрим вот здесь вот состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так. Здесь вот, наверное, как он выглядит, как куда-то что засовывается, как тут селось, какая-то, ну да, небольшая такая-то инструкция. Здесь вот тоже то, что находится. Вот, и давайте его с вами откроем и посмотрим, что же там такое у нас есть. Вот у нас сама штучка. Так, смотрим, пусто. Хотя там было не особо видно, но ладно, там пусто. Так, сами формочки всякие. У-у-у, тут интересно, как, смотрите, всякие такие штучечки там. Классно. Я не знаю, что-то еще ставится. Так. Будем с вами смотреть. Немножко на коробочку. Сюда, значит, она вставляется и зажимается. Ой, шумно получилось. Надеюсь, что я своего ребенка не разбудила. Ах, вон он ночью. Да. Это интересно. Так. Давайте также посмотрим, что у нас должно входить в набор. С вами, кстати, этого не сделали. Здесь должно быть три зеленых, три фиолетовых каких-то формочек, да? Три таких. Желтенько-зеленый. Ну, что-то, короче, такое. Что-то должно. О, сейчас мы будем проверять с вами. Так, зеленые три. Раз, два. Ну, цветочки почти похожи. Два. Из другого набора, кстати, там уже есть такая клубничка. Я делала обзор. Не знаю, зачем они кладут и в этот тоже. Так. Ананасик. Вишенка. И мандаринка. Так, три таких. А, они, кстати, показаны здесь фиолетовое деревце. А здесь нарисована желтое. Вот оно, желтое. Не знаю, напишите в комментариях, у кого желтое. Может, они наборы еще и разные есть. Какие-то. Так. Сама такая штучка. Непонятно, почему тогда ее не сделали еще. Добавка ее внутри. С такими же вот палочками. Вот оно получается как таз какой-то. Так. Звездочка. Так. И сами мороженки. В принципе, вот она сама мороженка. А, оно сюда кладется. Ну, как это делается. А, все, поняла. Я думала сначала, что она что-то крутится там и выливается. А она просто вот она нажимается. Ну, кстати, она довольно хорошо... Нет, не особо держится. Это хорошо. А то я думала, сейчас она оденешь ее, и она там застрянет. И голубая потом ломает ногти. Так, здесь у нас еще мишки. А, нет, не мишки, лапки. Лапки, да. А, кстати, довольно такой плотный, кстати, очень материал. Хороший. Осталось еще сыну докупить по сутку, и можно будет уже готовить какие-то блюда. И здесь у нас мишка, наверное, голова. Мишка или поросенок, не знаю. Вот такие вот. Так, также у нас имеются здесь палочки. Один, два, три, шесть штук. Ну, ладно. Давайте попробуем с вами сделаем мороженку. У меня вот есть тесто. На него уже был обзор. Я взяла желтенькое. Наверное, попробуем сейчас немножко его покрутить. Так, вот. Он у нас был таким необломком, наверное, каким-то. Одеваем снизу на него штучку. Так. Нашу мороженку один одеваем сюда. Держится, кстати, неплохо. Другой сюда. Снимается. И снимается, в принципе, довольно хорошо. Угу. Наше начинающее мороженое мы ставим сюда. И нажимаем. Опа. О. О. Она осталась. Ой. Господи, больной. Опа. Ну. Приехал. Палочка осталась там. Мне кажется, гораздо проще просто нажать самим на вот это вот мороженое. Оно как раз выезжает. Опять же, кстати, здесь не хватает ножичка какого-то. А единственное, тут можно неровно поставить. Что как раз у меня и получилось, скорее всего. О. Так вот. Хотя, можно ногтями. Так, теперь мы открываем. Открываем. Ага. О-о-о. Мороженок, смотрите, получилось. Так, а как мы будем вынимать-то тут? Ага. О, отлично. Вытащилось. Тут уже потом сглаживаем края. Да? И получаем такую вот мороженку. Вот. Смотрите. Ой, даже съесть так захотелось ее. Сейчас бы прям откусила. Палочка, кстати, тут довольно плотная. Ну, прям мороженое конкретно перевешивает. Так, ну ладно. С мороженым решили. Давайте попробуем с мишкой, наверное. Что у нас там с мишкой получится? Опа. Опять поставим сюда. Вот. И нажимаем. О, наконец-то получилось. То есть, в принципе, она должна сама открываться. Опа. Вот у нас получается мишка. И тут уже мы с вами... Где ухо-то у него делось? А, до уха не достал, видимо. Ну ладно. Уже с вами-с вами убираем лишнее. Опять тяжелый какой-то он. Короче, вот так, смотрите, получается у нас. Интересненько. Что-то... Ну, блин, реально, что-то такое, знаете, аппетитное. Хочется полить ма... Ой. Хочется полить каким-то шоколадом, чем-то... Блин. Ну, вкусно получается. Вот. Ладно. С этим мы с вами разобрались. Так, это мы убираем. Убираем их. Вот. И давайте с вами посмотрим вот эти вот маленькие формочки, которые здесь есть. Как они оттуда вылазят, насколько хорошо или плохо. Здесь есть маленькая звездочка. Здесь есть маленький кругляшочек. Ну, не знаю, мне кажется... Хотя, не знаю, может быть, он просто так здесь. Так. Звездочку мы вкладываем. Вот. Можно прям хорошо вот так вложить, чтобы прям вот почувствовали звездочку. И потом так вынули. Вот. И, конечно же, опять мне нужен ножичек. Предыдущий обзор у меня тоже был очень... Ножичек нужен. Нужно будет докупать, чтобы прям вот так раз и срезали. И у вас получилась звездочка. Так. Здесь есть еще человечек у нас. Как же он называется-то правильно? Вот этот вот. Делают их. За границей, по-моему, что ли. Давайте сюда положим. Вот он. Раз. Ай, блин. Вылез. И все. Вот он, человечек. И тут потом просто убираете вот так вот лишнее. И готов. Ну и, в принципе, все остальные точно так же. Давайте вот тут еще домик, посмотрим его. Не забьется ли у нас тесто в этих маленьких окошечках этого домика. Опа. Опа. Нет, не забился. Смотрите, как классно выходит. Можно даже, мне кажется, купить полимерную глину, которая застывает, и делать какие-то вот такие вот маленькие украшения самим для себя. Если, конечно, они будут самостоятельно вылавить. Так же еще находятся на самом. Здесь вот всякие штучечки. Маленькие всякие аксессуарчики. Всякие такие симпатичные штучки. Интересно. Довольно интересно. Мне, в принципе, понравилось. Я очень боялась, что она мне может не понравиться. Но она мне понравилась. Так. И давайте попробуем с вами следующее. Сейчас я тут приберусь. Немножко. В принципе, даже взрослому это очень-очень интересно. Так. Ну, конечно, чтобы сделать вот такие вот штучки, нужна все-таки скалка. Ее здесь в комплекте нету. Ну, можно, в принципе, обойтись и без нее. Сделав вот так вот, здесь мы ставим домик. Ой, не домик, господи, дерево. Оп. По бокам убираем. И вуаля. У вас есть дерево. Смотрите, какое классное. Можно таких деревьев наделать куче. Потом они застынут, наверное. Не знаю, раскрошатся или нет, и можно будет играть. И даже можно, мне кажется, тут вот поустойчивее немножко сделать. Чтоб они застыли. Хотя, конечно, он не стоит особо. Падает. Ну, ладно. Так. Ну, звездочка точно так же пойдет. Это я не знаю. Зачем. Зачем-то положили. Так, ну и давайте сделаем вот здесь вот какой-нибудь. Давайте вот эту вот вишенку сделаем. Он сгинается вот. Довольно хорошо сгинается. То есть тут ничего не застревает. Не знаю, в процессе игры, наверное, спустя какое-то время, мне кажется, может вот тут вот сломаться. Но я думаю, что ничего страшного. Можно будет сверху одеть точно так же. Так, ну тут, наверное, немножко посложнее. Как-нибудь так. Вот так вот. И что-нибудь, наверное, вот так вот. Так, ну и давайте попробуем. Накрываем сверху. Опа. Он со всех сторон вылазит, начинает. Опа. О, смотрите, классно получилось. Опа. Она вылазит. Опять же, не хватает какого-то ножичка, может быть. Лично мне. Который мог бы... Хотя, мне кажется, может быть, здесь ножичка особо не нужен. Потому что мне кажется, что она просто сломается. Здесь довольно тоненькая. Но довольно неплохо получилось. Вот. Так, давайте с вами попробуем еще ананасик. Здесь тоже он довольно сложненький. Выгинаем. Так, закладываем и закрываем. И плотненько закрываем. Все-таки, мне кажется, помощь взрослого все равно ребенку будет нужна. Потому что тут довольно нужна все-таки сила. Ну, вуаля. Вот он получился. Ананасик. Ананасик, мне кажется, даже можно сделать здесь сверху, например, на желтый. Положить какие-то маленькие оттеночки и придавить. И здесь будет какой-нибудь особенный такой ананасик. Но, в принципе, очень красиво. Посмотрите. Такое прям классно. Бокам также все отрезать. И можно накупить кучу такой глины. И наделать, допустим, игрушечных ананасиков. Тесто, оно все равно в любом случае высохнет. А насчет того, что оно, допустим, раскрошится, напишите мне в комментариях. Потому что я еще не пробовала делать такие штучки. Пока что мы с ребенком еще играем. Но нужно будет обязательно попробовать. Может быть, это вы увидите в каком-нибудь влоге. Как мы с сыночком занимаемся. Занимаемся с пластилином. Также другие игрушки. С фикс-прайс, разные игрушки. У меня сынок очень любит заниматься. Моему сыну уже 3 годика. Но заниматься мы с ним начали уже с 10 месяцев. Даже, может быть, и раньше. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наши влоги, путешествия. Как мы с сыночком занимаемся, развиваемся. Отдыхаем. Также обзоры на технику. Там видеокамеры, блютуз-наушники, батарейки. Обзоры на продукты из фикс-прайса, светофора, победы из других магазинов. Там разные шоколадки, тортики. Всякие там вкусняшечки. Также есть живопись на моем канале. И много-много всего интересного. Смотрите плейлисты. Я думаю, вы для себя что-нибудь найдете. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, свои отзывы об этом, обо всем. И с вами был канал ArtMoney. Всем пока-пока.